привет ребят привет как и обещал у нас теперь будут постоянно сенсационные гости сегодня у нас айк марты россиян в костях прямом эфире буквально сейчас представлю и я просто его подключу он уже ждет это политолог политик один из идеологов армянской революции все остальное мы спросим у него я в общем-то его приглашаю теперь анушаван шах назарян вы его уже знаете мы с ним выходили в эфир и общались просто и у него есть вопросы и у меня айк джан привет мы будем привет ами вон цинкосом айринта русарин просто им я спешил и русарина сапкир я и не есть русарин вспомнял русарин русарин джан русарин 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 Гайджан, первый вопрос. Я хотел про революцию спросить, но так как у нас ситуация в Сюнике очень такая взрывоопасная, хочу спросить именно про Сюник. Что там происходит? Кто организатор? И как можно разрешить эту ситуацию? Организатор — это, естественно, Бакул с Анкарой, потом Москва, и, естественно, четвертый организатор — это режим Никола Пашиняна. Почему это делается? Просто срезаются куски от Армении мало-помалу очень методично, очень умным образом, и отстраняется Сюник вообще от Армении, а Сюник — это сейчас сердце Армении. Если нет Сюника, нет Армении, Армении просто не будет. Это очень хорошо продуманная операция. Мы это видим даже от реакции армянских так называемых волосей, а в действительности режима. Мы видим, как они обратились именно к ОДКБ, а не к Москве, потому что есть отдельные документы межгосударственные о взаимной защите, а в действительности о защите Армении со стороны России, которую специально не активизирует армянская власть, естественно, по указанию Москвы не активизирует. А обращается в ОДКБ, при том обращается по второй статье, а не по четвертой статье. Четвертая статья предполагает активизацию вооруженных сил союзнических государств, или вооруженным образом, точнее, защиту территории страны, которая подверглась нападению. А вторая статья — это просто, в принципе, про консультации, это не про что. И вот сейчас обращается официальный Ереван или режим Еревани к ОДКБ, а не к Москве, чтобы Москва ничего так и не сделала. Вот поэтому обращается к ОДКБ. Первый раз в истории ОДКБ это происходит. И по второй статье — то есть ничего так и не будет сделано. Это просто для того, чтобы сделать это представление, которое играют в том ключе, чтобы люди думали, что что-то делается, стараются защитить. Азербайджанцы, они очень умно ведут себя, они спокойно, без каких-либо эксцессов идут вперед, занимаются новые позиции. Это даже не позиции, это просто армянские земли, новые все новые и новые армянские земли. Вот сегодня вечером уже есть информация подтвержденная, что они заняли позиции над городом Корис. Ну, это просто, это уже невероятная катастрофа, но нас ожидают еще большие катастрофы, если народ не встанет и не восстанет против этой предательской, в принципе, турецкой власти Армении. И не освободиться от ига Кремля, которые просто договорились с Турцией и с Азербайджаном и не только передают Армению, но и передают Армению вековым врагам армян. То есть решение это только восстать и выгнать эту власть прямо сейчас, прямо сегодня или еще вчера. Да, 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 но не привести вместо этой власти такую же власть, власть бывших, особенно власть Кочаряна, потому что если это будет сделано, то это еще более ускорит процесс, хотя это все будет уже происходить в другом дизайне, в другом ключе, но результат будет один и тот же. Потому что, как мы знаем, бывший президент, второй президент Армении Кочарян обвивил официально и не однажды, что он за большую интеграцию, так называемую интеграцию с Россией, что означает вообще становиться полностью рабами России, а это означает полностью реализовать распорядок дня России, который сегодня состоит от процесса передачи Армении Азербайджану и Турции. Потому что у них есть договор, это российская власть считает, что в интересах России, хотя я не считаю, что это в интересах России, но они так думают, они так решили, они так делают. И привести во власть бывших, это означает менять шило на мыло. В Армении должны прийти к власти только национальные силы, и я хочу подчеркивать, не националистические, а национальные силы. И в Армении есть сегодня только одна сила, это Азганжа Ортавракан Бевер такая, национально-демократический полюс, так называемый, который по-английски переводится как National Democratic Access. Азганжа Ортавракан Бевер. Это единственная сила, которая предлагает менять всю повестку дня, всю внешнюю и внутреннюю политику Армении, и освободиться от статуса колонии России, и начать достойные нормальные отношения и особое партнерство с Соединенными Штатами и с Западом. Еще, кроме этого, начать сотрудничать, серьезно сотрудничать с некоторыми странами Ближнего Востока, в особенности Саудовская Арабия и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые являются сильными противниками Турции и распространения турецкого влияния. И только в этом национальные силы и эта часть, здоровая часть общества видят решение вопроса. И, честно говоря, только в этом и есть решение вопроса. А насчет ваших первых слов, когда вы представили меня, про революцию. Революция оказалась, что так и не было. Это была операция фарс. Это, к сожалению, мы все поучаствовали в этом, потому что то, что произошло, никто, никто не мог предположить, никто не мог себе представить такого уровня предательства. Вообще предательство было невозможным себе представить. И то, что произошло потом, тоже было невозможно себе представить. Но мы имеем то, что имеем. Поэтому насчет революции я просто хочу сказать, что революции не было. Это была замена власти. Москва не доверяла Сержу Саркисяну. Хотели заменить его Кареном Карапетяном. Карен Карапетян в этом процессе использовал Никола Пашиняна как постоянного крикуна оппозиции. Николу Пашиняну удалось собрать огромное количество народа, потому что народ был очень недоволен властью, особенно Саркисяна. И в один момент Николу Пашиняну решил взять власть сам себе. Договорился об этом с Москвой. И поскольку на улицах было сотни тысяч людей, взял власть. Но в этом же процессе договорился еще и с Сержем Саркисяном, чтобы тот полностью передал власть и его избрали премьер-министром партии свергнутого уже Сержа Саркисяна. И они это сделали. И потом Никол Пашинян, по моему мнению и по моему глубокому убеждению, будучи завербованным турецкими и азербайджанскими спецслужбами, начал реализовать совместный российско-турецко-азербайджанский проект уничтожения Армении. И сдачи Арцаха, сдачи семи районов, окружающих НКО, бывшее НКО, Нагорно-Карабахская автономная область в составе советского Азербайджана. Вот эта территория, которая не является Арцахом, это является всего лишь маленькой частью Арцаха. Большой Арцах включал в себя семь районов, которые этот предатель отдал большую часть, без одного выстрела Азербайджану. И он реализовал эту операцию совместную российско-турецко-азербайджанскую. Теперь реализуется вторая часть, это сдача Сюника. Это многовековая, я сказал бы, тысячелетняя мечта Турции, воссоединиться с турецким миром. Единственным препятствием на дороге к великому Турану, географически, если вы посмотрите на карту, являлась Армения. Вот та Армения, которая осталась от настоящей Армении, теперешняя Армения. И теперь они устраняют шею, которая просто отрывала турков от своей многовековой мечты. Они это реализуют сейчас, реализуют сейчас это с помощью России и, естественно, с активной поддержкой Николы Пашиняна. Айфгизан, один вопрос. Ты во время революции общался с Николом неоднократно. Вот тогда у тебя не появились ли вопросы, подозрения? Почему это все не остановилось во время революции продвижения кандидатуры Никола Пашиняна? Очень хороший вопрос, спасибо за вопрос. Подозрения и некоторая информация о его сотрудничестве появилась в конце уже процессов, когда он уже практически имел власть, когда Серж Сарксиан уже практически не имел власти. В эти дни у меня появилась информация, что у него были секретные встречи с Сержем Сарксианом. И также появилась информация, что официальная Москва начала секретные разговоры с Николом Пашиняном. Но процесс невозможно было остановить, не было полной картины. Даже я не мог представить себе, что в реальности происходит, потому что все делалось в глубочайшей секретности. Он сам держал в секрете все, даже от своей собственной команды и от своих шестерок. Я не был частью его команды. Я был единственным независимым человеком на передовой народного этого движения 2018. Я был единственным независимым на передовой. И я, естественно, не мог иметь всю картину и понимать все. И никто не мог иметь. И даже если бы вы спросили бы людей, которые знали его годами, все равно никто, все знали его личность, личные качества, то, что мы сейчас видим уже. Но никто не мог себе представить, что вообще какой-либо человек мог быть способен на это. И что он мог, по всей вероятности, сотрудничать с врагами Армении. Айджан, сегодня так получилось, что мнение армян разделилось на черных и белых. Либо ты Кочаряновский, либо ты Пашиняновский. В сетях очень идет оскорбление идут друг к другу. Вообще, это специально было сделано так, чтобы мы среди кремлевских выбирали. И все, больше ничего не видели. Очень хороший вопрос. Да, это было сделано специально. Сейчас особенно Кремль создает ситуацию, когда Кремлю выгодны оба кандидата. И Пашинян, и Кочарян. Потому что один заменяет другого. Когда им уже не нужен будет Пашинян, и нужно будет его отстранить, на его место они поставят Кочаряна, потому что он уже будет во власти в виде депутата и главы фракции Национального собрания, то есть парламента. Эту повестку дня также очень сильно толкал вперед сам и делает это до сих пор Никол Пашинян. Ему очень выгодно иметь в лице своего главного противника Кочаряна, потому что этим он пугает остальную часть народа, которое не очень все общество, которое не очень все четко понимает и представляет себе. И он говорит, смотрите, выбирайте меня, поддерживайте меня, чтобы не пришли бывшие. В то же самое время ему выгодно, чтобы бывшие были на арене всегда и все время. И неспроста он арестовал пару раз Кочаряна, ничего кроме этого не сделал, никаких дополнительных обвинений не было выдвинуто. Выдвинуто все было сделано так, чтобы образ Кочаряна реабилитировался. И Кочарян от политического мертвеца превратился в активного и достаточно актуального для некоторых групп в обществе политика. И этим он обязан только и только Николу Пашиняну. Пашинян и бывший режим боятся только той силой, которую я назвал, потому что это единственная сила, у которой есть абсолютно другая повестка дня, совсем новая реальность, предлагается новая реальность. И это единственная сила, которую видят в качестве реального врага и бывший режим, и настоящий режим. А чем эта новая повестка дня, я это тоже скажу и закончу, чем эта новая повестка дня, она важна? Потому что ты не можешь делать веками одно и то же, быть колонией России и все время терять столько земли, все время терять территории и людей, все время не развиваться. И ожидать, что теперь будет лучше, когда уже все со стороны официальной Москвы было сделано настолько открытым и наглым образом во вред Армении. Теперь нужно уже понять, что как минимум 100-летняя, а вообще почти 300-летняя колонизация Армении со стороны России должна закончиться, и она заканчивается, потому что Россия сама отказывается от этого и передает Армению Турции. И выйти из-под влияния России, начать отношения с Западом. Также Москва, официальная Москва, скинули на арену такой тезис, что нам не надо ни с кем быть, нам не надо ни под кем, так называемо, ни под кем быть, это они так говорят, потому что мы должны сами стать сильнее и так далее, встать на ноги и противостоять врагам и так далее. Это невозможно. Армения и, впрочем, никакая другая страна, а особенно Армения, которая имеет до сих пор активных врагов, которые хотят уничтожить Армению, не в состоянии, ни в коем случае не в состоянии сама встать на ноги и сама восстановить себя. Это абсолютно невозможно. Единственная сила в мире, которая способна это делать и которая считает, что в своих интересах это делать именно на этом историческом периоде, это Соединенные Штаты Америки. Я понимаю, конечно, что в постсоветском пространстве, особенно в Армении, есть абсолютная американофобия, что Запад и Америка ассоциируются с так называемым «гнилым Западом», это термин, который родился в Советском Союзе, и эта ментальность, она до сих пор действует и осталась. И надо от этого отказаться, надо понимать, что да, еще задают вопрос, а Америка хочет ли иметь в качестве союзника Армению? Конечно, это очень в интересах Соединенных Штатов. Вот именно сейчас это на передовой интересах Соединенных Штатов, также Европу, и мы видим также это в словах французского президента Эммануэна Маккона. Привет, Джан, один вопрос. Извините, сейчас пошли вот такие большие сапикуляции, если Армения возьмет курс на Запад, именно это сейчас пошли сапикуляции, что будет с армянами России? Примитивный, но такой вопрос, сейчас они раскачут. Будет то же самое, что случилось с грузинами в России? Скорее всего, хороший вопрос, спасибо. Скорее всего, но извините меня, потерять Армению из-за общины России, которая завтра даже не будет армянской? То есть вы сами живете в России, вы знаете, как быстро ассимилируются армяне в России. Они становятся часто во втором, в третьем поколении больше русскими, чем русские сами. Вообще армянская диаспора, она долго в немусульманских странах не живет. Диаспора не остается. Это естественный процесс также. Особенно в России, где из своей кожи вон лезут, чтобы стать русскими. Но, естественно, это очень важная община. Это очень важная, очень важная часть армянского народа. Но эта часть должна понять, что если их выдворят, если они опасаются за свою безопасность, за свою безопасность и за свою жизнь, свои бизнесы, то это не то место, где можно жить. Американские армяне могут говорить против американской власти, могут говорить против политики Армении. Армения может в теории испортить отношения с Америкой. И испортила. Но американские армяне никак, даже те, у которых нет гражданства, не боятся за то, что их Америка выдворит, потому что это демократическая страна. В Америке можно жить. Но в России армянам дальше делать нечего. Армяне должны понять, либо они становятся русскими, меняют фамилии, делают то, что делали армяне после геноцидов в Турции, те, которые хотели остаться в Турции, стать турками. А сейчас армяне должны принять решение, либо они становятся русскими, либо с ними что-то будет. Потому что это не то место, где к армянам относятся хорошо, а теперь еще будут относятся еще хуже. И что они делают там? Ну, это же не родина армян. Это не то место, где заработали деньги те, кто заработали хорошо. Пусть теперь думают, что они делают. И второе. Все мы должны понять, что Армения как страна, как родина всех армян не может не может игнорировать свои интересы ради той или иной даже очень важной общины. Это страна, это родина. И думать, что вот что будет с общиной, и исходя из этого вершить судьбой целой страны и родины, а без страны нет ни общины, ни людей. Это просто сумасшедший. Сумасшествие. Так что мы должны к этому вопросу относиться с более практической точки зрения. Один мой друг сказал, я жил в России, он сейчас в Америке живет, говорит, я жил в России, работал честно, но не знал, когда меня посадят. Просто дополнение. Вот, извините, я сейчас прочитал вопрос, я вопросы не читаю, но попали в глаза один вопрос. Один зритель спрашивает, говорит, а если все вернутся из России в Армению, Армения сможет приудить? Сможет, не сможет, да, конечно, сможет. Места полно, но а почему не сможет? А вы помните, что было в Израиле в момент основания государства Израиль? Был только песок, были пустыни, и была вражеско настроенная арабская населенность. И евреи со всех стран, в том числе и из Америки, и из Франции, отовсюду поехали в Израиль и сделали себе, восстановили свою родину и поставили на ноги, сделая ее одной из сильнейших, самых маленьких, но одной из сильнейших стран мира. А почему мы этого не можем делать? Айджан, у меня вопрос. Есть ли угроза от Кремля? И если есть, чем угрожает Кремль, что власти Армении беспрекословно идут против себя в угоду Кремля? Вот такой вопрос. Власти Армении не идут против себя. Власти Армении идут по той линии, которую они считают для себя, лично для участников власти, правильной и хорошей линией. Это предательская линия. Если власти преданы Турции и Азербайджану, то они будут служить этой повестке дня. Теперь, почему они поклоняются России и исполняют все желания России, особенно в этом вопросе? Потому что Пашинян пришел к власти с позволения Москвы. Он договорился с Москвой, потому что по всей вероятности, я-то 100% уверен, но говорю по всей вероятности, у Москвы есть серьезный компромат на Пашиняна, потому что он понимает, что все его, так скажу, вероятные сделки, например, с президентом Азербайджана Алиевым, зафиксированы российскими спецслужбами России, потому что это будет его концом и так далее. Когда человек или какая-то сила является грязным агентом какого-то другого государства и правит какой-то другой страной, то эта власть не имеет никакой самостоятельности. Она полностью зависит от своих заказчиков и будет исполнять все заказы, которые придут к нему. Альджан, в чем вы видите национальную цель? Национальная цель сейчас номер один это спасти Армению. А как можно это сделать, я уже сказал. потом национальной целью должно быть восстановить утерянное, потерянное, сделать нормальное, достойное государство. Армения никогда не может быть супердержавой. Как минимум на 300 лет это не удастся сделать, но Армения сможет быть, может быть очень нормальной, безопасной, самостоятельной, сильной страной. Если только нам удастся спасать страну, потому что сейчас процесс идет к полному уничтожению армянской государственности и армянства. Это не преувеличение, к сожалению, это факт, мы это видим, это происходит на наших глазах. Армения по всем политическим и политологическим определениям является failed state. есть такой термин. И Армения не контролирует ни свою территорию, в Армении нету в принципе власти, в Армении есть оккупационный предательский режим, который правит страной полицейской силой и с помощью верхушки бесчестных генералов, которые сидят в генеральном штабе и в министерстве обороны. Вот этим правит эта власть. А национальная цель на данный момент, первичная цель это спасти Армению, потому что теряем ее. Вторая цель это вывести на новый уровень, а это нельзя будет ни в коем случае делать, делая то, что делалось за последние сто лет. Это нельзя и невозможно будет, полагаясь на Россию. Кстати, я не за то, чтобы Армения начала враждовать Россией. Я не за это. Я за дружбу Армении и России. Я не говорю о народах, о народах вообще речи не идет. То есть народы должны быть дружескими и должны оставаться дружескими народами. Ничего против российского или русского народа ни один армянин не имеет. Но страна как государство, как официальная политика это другое дело. И армяне должны выйти из-под ига России, которая сама по себе уже и так заканчивается. Если она будет продолжаться еще дольше, то русские свою игу передадут туркам. И будет турецкая ига. А ига турецкого уже не будет. Просто будет Турция. И Армения должна начать делать то, чего не делала никогда, это быть союзником, стать союзником Запада. И когда Армения станет союзником Запада, Армения будет защищена ровно так, как все остальные союзники Запада, все остальные союзники США. А ни один из них не потерял ни государственность, ни страну. А все союзники России теряли всегда все. Особенно Армения всегда вместе с Россией только делала, что и теряла. Такой вопрос. Вот все говорят, нам повезло меньше. Грузия потеряла Абхазию, Осетию, вернулась в цивилизованный мир. Украина, мы знаем, Донбасс, Карим, нас пугали, потеряйте Арцах, если развернетесь во сторону России, но мы уже потеряли Арцах. 7 районов, город Шуши, но нам повезло меньше. Остались Россией и теряем Сюник теперь. Вопрос в том, ни в Грузии, ни в Армении, ни на Украине не было внутри страны российских баз. У нас есть вторая база. Если в Армении будет сейчас выборы, революция, народное обостание, не будет ли Россия принять силовой метод? Нет. Используя вторую не будет. Во-первых, я хочу ответить на... Вы сказали... Вы Крыму уже использовали? Да. Я хочу ответить на некоторые вопросы, которые прозвучали и мысли. Во-первых, Грузия в 2018 году ничего не потеряла. Грузия выиграла. Грузия выиграла свободу, Грузия выиграла демократию, Грузия выиграла полное отторжение от России. Это выиграла Грузия. Грузия потеряла свою Абхазию и Осетию при первой войне, при той войне, которая случилась сразу после распада Советского Союза. Эти районы, контроль над этими районами, были потеряны в Тбилиси. Это было потеряно. Если вы помните, то российские войска в 2008 году дошли почти до Тбилиси, остановились под Тбилиси. Но вы помните, что случилось? Случилось пару звонков президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Случилось полное и полномасштабное вмешательство со стороны Франции в пользу свободы Грузии. И что случилось с российскими войсками? Они спокойно вернулись в свои базы. Они ничего от Грузии не отняли. Они не смогли ничего сделать в Грузии. Они просто ушли. И какая теперь у грузин страна? Что бы ни говорили вам пятая колонна внутри Армении, то есть агенты официального Кремля, что бы они ни говорили. Грузия сейчас на очень хорошем пути. Грузия восстановлена, Грузия идет вперед, Грузия процветает в принципе, если сравнить с тем, что было там до освобождения Грузии от российского ИК. Теперь у вас был какой вопрос второй? Украина. Украина. Украина это абсолютно другая история. Именно история с Украиной показала, что Россия не может терпеть партнерских ровных отношений. Это номер один. Номер два. Как только в Украине это не наказали Украину за что-то, это как только видели, что государственность Украины в кризисе, когда там менялась власть, сразу взяли Крым, потому что это была их мечта, потому что у них там был Черноморский флот, с важнейшей для них базой, то есть портом, и Россия мечтала об этом. И Россия решила, раз уж это не наш раб у власти больше, то мы должны захватить наш порт, то есть должны уже иметь и Крым, и порт. Теперь вы сказали насчет применения силы против Армении российской базы. Смотрите, у нас, я хочу сказать очень важную вещь, у нас есть такое представление, к сожалению, что Россия это такая же сила, как был Советский Союз. Россия далеко не Советский Союз, особенно теперешняя Россия, это достаточно слабое государство, сила которой состоит всего лишь в своем размере и в своем арсенале ядерного оружия. Но, извините меня, ядерное оружие Россия никогда не может применить. Потому что власти российские, они слишком сильно связаны с Западом, своими финансовыми интересами. Их дети живут на Западе. Это невозможно себе представить. Теперь, сила России, она сила для Армении, но Россия на международной арене больше не сильное государство. Особенно сейчас, когда она находится под страшнейшими санкциями, люди, живущие в России, это знают и представляют себе прекрасно, в каком плохом состоянии находится Россия. И это сделала Запад. Теперь, российские войска, если станут просто военным образом, грубой силой оккупировать Армению, в это будут вмешаться западные государства, которым это никак не выгодно. не то, что они это сделают от благотворительности или от великой любви к Армении. Нет, они это сделают в своих интересах и не в их интересах потерять Армению полностью. И как они это сделают? Они сделают пару звонков. Америка не привезет никакого солдата в регион или может пару солдат привезти для символического влияния. Но будут сделаны звонки. Звонки в Москву. будут санкции. А такие санкции, которые еще могут быть наложены, они просто поставят Россию на колени. И что Россия смогла сделать после Крыма под этими санкциями? Ничего не смогла сделать против Запада. Ничего. Россия только теряет свои позиции. Все теряет и теряет. Хотят они этого из-за Армении или из-за своего договора с Турцией вообще получить большие экономические проблемы внутри России. Нет, они этого не хотят. Так что устрашать людей российским буквальным захватом военной силы Армении и так далее, это просто как минимум нечестно. Этого быть не может. Если конечно армяне, некоторые армяне, которые имеются и внутри Армении и в диаспоре и среди тех подписчиков, которые некоторые из них пишут какие-то вещи, вот если они не пригласят эти войска взять Армению, чтобы потом передать Турции, но этого не произойдет. Айджан, почему Америка или Франция не вводят санкции против Азербайджана за то, что во время войны они так нарушали, ну вообще за их за то, что они страна агрессор и все такое, почему не вводят хоть одну санкцию, чтобы мы уже убедились, что Запад нам смотрите, хороший вопрос, смотрите, Америка это сферодержава, мировая сферодержава, мировые сферодержавы имеют дело почти со всеми государствами мира, это не региональная держава, это сферодержава мировая, это самое сильное государство на свете, А это означает, что Америка имеет влияние во всем мире, имеет отношения во всем мире, имеет врагов во всем мире тоже. Если Америка будет вводить санкции против всех нарушителей, прав человека, против всех варваров и так далее, то в мире останется очень мало стран, над которыми Америка будет продолжать иметь влияние. И будет некоторая нестабильность. Это только примитивнейшие люди в Армении, в России, в других странах говорят, а если Америка защитник прав человека, то почему они не делают это? Почему они не делают это? Извините, а почему Россия не ввела санкции? Россия союзник Армении. Так Россия еще и поощряла Азербайджан, и сейчас поощряет. И никак ни одного слова не прозвучало в адрес Азербайджана. Теперь, Америка не является союзником Армении. Если вы хотите, то Армения себя позиционировала, будучи колонией России, как враг Америки. Армения всегда голосовала на международных платформах против интереса в Америке. Армения единственная страна в мире, которая под российским флагом, не под своим флагом, а под российским флагом отправила войска. Хотя это военное подразделение, но это не бойцы, как солдаты. Они солдаты, но не бойцы. Но в любом случае, это войска, вооруженные силы, отправила под российским флагом в Сирию, защищать интересы России в Сирии против Соединенных Штатов. Это единственная страна на свете. Если бы Армения послала бы свои войска в Сирию под армянским флагом и армянским командованием, и эти войска или эта группировка служила бы армянской общине, например, или помогла бы сирийскому народу, это было бы абсолютно другое дело. И сотрудничала бы с обоими, скажем, с российскими войсками и с американскими войсками в Сирии. Но нет, Армения отправила помощь России против, в принципе, Америки. Несмотря на это, Америка за всю войну и после войны только и делает, что старается поддержать Армению. И не дать России продавать Армению Турции. Теперь мы должны понимать, что нет у Америки заинтересованности испортить полностью свои отношения с Азербайджаном. Потому что держать отношения, это значит иметь влияние. А именно поэтому и еще держатся отношения какие-то, хотя очень плохие, но какие-то с Турцией. Потому что так легче заставить делать некоторым странам то или иное. Но вы понимаете, что Америка в Армении ничего не может сейчас делать и даже при этом старается что-то делать. Потому что большая часть армянского общества не понимает, что Америка друг, а Россия ведет себя, как сама выбрала вести себя, как враг Армении. Выступать на стороне Турции и Азербайджана. Армянское население в основном это не понимает. Когда ты не хочешь, чтобы тебе помогли. Когда ты говоришь, дайте мне утонуть. И кусаешь руку, которая хочет тебе помочь и вынуть тебя из воды. Эта рука будет тебе помогать. И несмотря на это Америка бросает эти кольца спасения. Все равно бросает. Но они там есть. Они ждут нас. Американские власти. И Армения должна, армянский народ должен понять, что нельзя повторять одно и то же и ожидать другого результата. Если сотрудничество с Россией, колонизация со стороны России привела нам только потери, только потери. Помните 1921 год? Мы потеряли большую часть Армении. Удалось сохранить почти 2 десятая часть Армении. И сейчас ожидать какого-либо другого результата нельзя. Нельзя обвинять европейцев, американцев в том, что они не делают то или не делают другое. Они вообще ничего не должны делать. Потому что Армения позиционировала и продолжает позиционировать. Смотрите, во время войны вот эта информация, это серьезная информация. И, как говорят, порхает в воздухе такая информация. Что во время войны и Франция, и Америка предложили важнейшую военную помощь Армении. Но армянские власти отказались. Отказался Пашиня лично. И сейчас тоже вы видите в послании президента Франции какая-то огромная поддержка. И президент Франции, как влиятельнейший член ООН, говорит, что он хочет поднять вопрос Сюника в совбезе ООН. Это самый высокий орган международной политики и международных отношений. Пресс Велис Пашиняна говорит о том, что был разговор с президентом Макхоном. Но ни слова не говорит о Совете Безопасности. Потому что режиму невыгодно, чтобы проблема решалась в пользу Армении. Потому что это предательский режим. Потому что России это невыгодно. России невыгодно, чтобы Франция и Америка помогали Армении. И они не позволяют помочь. Мы должны все это понимать. Если мы не понимаем, мы идем к смерти. Поймите, за считанные дни Армении может и не быть. А может и не быть за считанные месяцы. Или за считанные годы в лучшем случае. Но если мы ничего не изменим, Армении не станет. Один такой вопрос. Многие пишут. Успокойтесь, они уйдут из Сиуника. Это всего лишь предвыборный договор между Алиевым и Кочаряном, чтобы нагнести обстановку. И заберется Роберт Кочарян. И он будет как спаситель. Многие сейчас пишут. Я этим многим скажу, дорогие мои. Если мягко сказать, то вы ничего не понимаете. У вас голова не работает. И вы не соображаете вообще, что вы несете. Азербайджанцы никогда ниоткуда не уходят, кроме как под силой. А силу применять не будет никто. Если будут применять силу, то да, возможно, они уйдут. Какой вам договор? Какое идете? Это договор между Россией, Турцией и с Азербайджаном. И с Пашиняном. План такой. Я написал об этом на своей страничке. Кстати, могут люди подписываться. hikea.martyrosian. По-английски пишется. На силу Пашиняна. Я написал статус, какой сценарий сейчас будет действовать. Это вторжение Азербайджана, которое уже происходит. Сколько они смогут, столько возьмут. Даже без одного выстрела мы видим, что они берут уже огромные территории. Оказывается, что в районе Сем-Лич они не вошли 3,5 километра, как говорил главный предатель Армении. Они вошли, в принципе, от 6 до 7 километров. Теперь они уже контролируют высоты Гориса, что вообще в истории такого не было никогда. Они взяли территории со стороны Бартениса, и они на верхней Шорже уже. Ашорже – это курорт на озере Севан. То есть они сейчас уже контролируют, в принципе, бассейн на озере Севан. Они контролируют, в принципе, всю Армению, если мы будем так более глобально смотреть. Какой договор между Кочаряном? Кочарян – это Россия. Да, Россия договорилась с Азербайджаном. Они берут столько, сколько могут без боя. Потом могут быть бои. Армяне, наконец-то, могут ответить. И в этом случае Россия даст Азербайджану растерзать армян и армян, и армянские войска, и эти части территории. И потом с некоторым таким очень нужным им опозданием российские спасательные войска, великие спасатели придут, поставят свои флаги и скажут, вот армяне не смогли защитить, теперь мы будем здесь владеть всем. И будут договариваться, как теперь продавать еще и Сюник. По какой цене? Весь Сюник или остальную Армению продавать Азербайджану и Турции? Это такой механизм, о котором мы говорили еще до войны. Насчет Арсаха это случилось. Теперь и реализовалось. Теперь мы говорим это о Сюнике. Если ничего не изменится, я хочу подчеркнуть, если ничего не изменится, то все так и произойдет. Те, кто говорят, это договорился Кочарян. Да кто такой Кочарян, чтобы договориться с Баку или с Анкарой? Кочарян это всего лишь исполнитель желаний Москвы. Всего лишь. Таковым же является Пашинян. Только вдобавок в Москве Пашиня еще и исполняет желания Баку и Анкарой. Айджан, я как обычный человек, и таких нас тут человек, наверное, 300 сидят, что нам сейчас делать обычным людям? Прекрасный вопрос. Спасибо вам за вопрос. Прекрасный, реально прекрасный вопрос. Люди должны делать одно. Мы все должны понять, что никто не может нам помочь, если мы не дадим нам помочь. И если мы сами себе не начнем помогать, а помочь себе мы можем только одним образом. Выйти на улицы массово, позвонить своим друзьям, показать тем, которые до сих пор поддерживают этот предательский режим или бывший предательский режим, показать им, что мы готовы порвать отношения с ними, семейные отношения даже, если они имеют позицию, которая действует против, которая является позицией против интересов армянского народа и Армении, которая ведет к уничтожению Армении. Если мы будем делать звонки своим родным в Армении, если мы внутри Армении будем выходить на улицы, то мы имеем силу спасти страну. Только мы можем спасти страну. Только мы. И это может сделать только меняя власть. И не давая прийти, возвращаться к власти, вернуться к власти, ставленником Москвы, силам Кочаряна. То есть перестать быть и черным, и белым. Быть армянином. Быть армянином. И быть не дебильным тупым армянином, которые сейчас есть в Армении. Есть такие. И это не маленькая группа. Есть такие. Но мы как народ умный, мудрый, мудрейший, сильный, волевой народ. Нам нужно просто проснуться со сна, встать на ноги и взять свою... Вообще, свою жизнь в свои руки. Своё спасение в свои руки. Если мы не выйдем на улицы, если мы не поменяем власть, не придём к власти национальных сил, Армении не будет. Шансов нет у Армении. Нету второго варианта. Никто нас не будет спасать. У России есть свои интересы. Россия считает, что ей выгодно дружить с Турцией против Запада. Россия считает, что спасти российскую экономику под санкциями... Экономика сыревает причём. Экономику может только турецкая экономика и дружба с Турцией. А ценой за это является Армения. Россия приняла своё решение. Армяне должны просто не продолжать сидеть на своих же собственных руках. Должны встать и должны взять ситуацию в свои руки. Никто... И ещё последнее, извините. Мы никогда не должны больше думать, что всё для нас решено. Что эта сила решила, та сила. Ни одна сила не может решать. Ни за день даже за маленький народ. Если этот народ полностью против этого. Афганистан вам в пример. Тысячелетиями в Афганистан захватывают великие империи, великие государства. И никто из этих, ни одно из этих государств не одержало победу над афганским народом. Почему? Потому что весь народ воюет. Весь народ на ногах. Это другое дело, что у них нет страны. А нет страны, потому что всё время война. Извините, а могло и вообще не быть афганцев. Там могли сейчас... 40 лет войны. Другие народы, если бы афганцы не сопротивлялись бы, например, советским войскам. Или другим войскам. Айджан, будет ли символично, если армяне выйдут и к посольству Америки? Прямо там, вместо встречи. Ну, это делается во всём мире. Армяне, которые понимают, что происходит, а таких уже немало. Общество просыпается постепенно. Ну, качественная часть общества, естественно. И многие армяне уже освободились от этой советской, большевистской и постсоветской ментальности, что Америка — это гнилой Запад. Это враг Армении. А чем Америка помогала Армении? Кого Америка поддерживала вообще? Вот от этих идиотств люди освободились. И, ну, символически нужно, да, конечно, мы это делаем внутри Америки тоже, армяне должны показать, что американская помощь, она нужна Армении, что армяне понимают, что Америка — это единственная страна, которая может помочь Армении и которая хочет помочь Армении, потому что это в интересах Америки тоже. Интересы Армении и Америки, армян и Армении, полностью теперь совпадают. Это отдельный разговор. Если у вас будет время, я могу объяснить как-то. И это нужно показать Америке и американским властям. Я со своей стороны могу сказать, что то, что мы видим на земле, это то, что американские власти реально начинают понимать, что есть уже часть общества в Армении, это уже немалая часть, которая понимает, что дружба с Америкой может быть очень выгодна для Армении. То есть не очень выгодна, а может быть спасительна для Армении. Хайгаджан, очень... Давай, задавай. Нет, ты задавай. Спасибо. Очень коротко, Хайгаджан, очень коротко. Мы потом про это в другой день поговорим про сегодняшние общие интересы США и республики Армении. Очень коротко, если так можно, чтобы было какое-то либо понимание. Турция агрессивное государство. Турция, будучи не партнером Америки, Турция член НАТО, но это единственный член НАТО, который действует против интересов НАТО. И НАТО это прекрасно понимает. Нет механизма выгонять Турцию из НАТО, поэтому это не делается. И это не выгодно, потому что выгодно иметь его в НАТО и этим хоть немножко контролировать его действия. Ни одно агрессивное государство, которое имеет амбиции стать региональной или вообще материковой или мировой империей, не выгодно Америке. Не выгодно Америке иметь таких государств в мире, особенно агрессивных и таких, которые представляют опасность для безопасности либо региональной, либо вообще мировой. Турция теперь является таким государством. Турция идет на распространение, на расширение, на восстановление Османской империи, но уже в другом формате, еще более сильном и более агрессивном. Это абсолютно невыгодно Америке. Турция во вред Западу идет на союз с Россией, уже состоит в союзе с Россией. Это тоже невыгодно ни Америке, ни Западу, ни Франции, ни одной стране. Даже 99% арабских стран, арабских стран, это арабским странам, это невыгодно. Самым влиятельным арабским странам это точно невыгодно. Саудовская Аравия, потому что они соревнуют с Турцией за превосходство в мусульманском мире. И с Арабскими Объединенными Эмиратами, которые являются ближайшим союзником, также военным союзником Саудовской Аравии. Это невыгодно в принципе никому. Это невыгодно даже Индии и Китаю. И это означает, что особенно Америка не хочет, чтобы Турция съела Армению. Потому что это станет бесконтрольной страной, которая будет вытворять вещи, которые будут вредить не только американским, но и вообще интересам всех развитых и передовых стран мира. Это невыгодно. Армения это буфер, Армения это островок, который не дает, особенно Сюник, который не дает турецкой мечте сбыться. Вот почему это самое главное. Есть другие причины тоже. Это самая главная причина, почему Америке выгодно помогать Армении, почему Америка хочет помочь Армении. Проблема в том, что есть такие люди, которые вот некоторые пишут комменты, которые этого все равно не понимают, которые не способны это понимать. Они просто не созданы такими, чтобы понимать реальность. И которые противодействуют спасению Армении, изнутри Армении. Хайдзан, кого ты видишь во главе нашего государства? Я вижу, я не вижу, не хочу называть точнее конкретных имен. Я вижу любого члена правления, или даже не члена правления, но любого участника, видного участника национально-демократического полюса. Азганьжауртаракамбэвээражэвэ. Любого. Это единственная сила, к сожалению, это единственная сила. Я хотел бы, чтобы их было много. Это единственная сила в Армении, которая имеет национальные интересы в центре своей повестки дня. Которая понимает, что нужно делать. Которая за восстановление Армении. Которая за выводы Армении из-под российского ИГА. И за построение новой сильной Армении. Которая будет сотрудничать со всеми теми государствами, которым невыгодно, как я уже назвал эти государства, уничтожение Армении. Это единственная сила. И любой человек из списка глав этого движения может быть главой Армении. Это кристаллизированная группа теперь уже, которая способна это делать. Там высокоинтеллектуальные люди. И это единственная сила, которая предлагает то, чего не было раньше. А то, что было раньше, всегда приводило к нам к катастрофе и к рау. А кто сейчас во главе этой партии? Это не партия, это движение. Возможно, это станет партией. Главы нет. Вот в этом тоже есть интересный момент. Потому что это коллегиальное руководство. Это больше десятка людей, которые являются коллегией, правлением. И туда входят известные люди. Жиряль Сефилиан, Арапапиан, Ваужан Аветисян и другие люди. Но я вам назвал несколько имен. Всего лишь несколько имен. Тигран Хазмалян входит? Нет, Тигран Хазмалян ушел. Тигран Хазмалян ушел вместе со своей партией. Тигран Хазмалян больше не является частью этого движения. Еще вопрос. Почему, так как я являюсь администратором этой группы, очень многие говорят, что Жиряль Сефилиан это всего лишь кучаряновский человек? Ну, понимаете, кремлевская пропаганда же не будет сидеть сложа руки. Но они же должны испортить имидж настоящего героя Первой войны, настоящего лидера, национального человека, лидера, в принципе, одного из лидеров движения, которое единственное ставит в центре поиски дня своей отстранение России из Армении. Ну, как-то должны портить это для тех, которые ничего не понимают. Ну, должны что должны сказать? Должны сказать, что это сарасята. Должны сказать, что это проект Хочаряна. Должны сказать, что это проект планеты Марс. Ну, всякий бред должен сказать. Много времени не будем на это тратить, я понял тебя. Одна минута у нас осталась. Оказавшись перед Пашиняном, что бы ты ему сказал? Я бы ему ничего не сказал бы. Остальное оставляю в вашей фантазии. А Кочаряну? А Кочаряну мне сказать нечего. Для меня и Кочаряна, и Пашиняна почти одно и то же. Не одно и то же, но почти одно и то же. То, что сделал Пашиняна, конечно, в армянской истории. И я вам скажу, я достаточно хорошо изучил примеры. Такого примера, как Пашиняна, нет. Таких, как Пашиняна, не было. Сейчас мы выйдем в эфир, потому что время уже тут, лимит есть сейчас. Сейчас преподаваем. Привет, ребят. Я вас очень прошу, в комментариях не устраивайте, пожалуйста. Ну, не материтесь, ладно, ребята, покультурнее. Человек говорит, и правильные вещи говорит. А вы внизу ругаетесь. Имейте, пожалуйста, уважение. Да, довольно сегодня у нас насыщенно. Разговор очень. Очень много. Айджан. Шарун. Хорошо. Айджан, оказавшись на посту премьер-министра, первый день, что будешь, какие законы принимать и что ты будешь делать? Ну, премьер-министр законы не принимает. Принимает решения, законы принимает. Но это должен быть комплекс решений. Их в первый же день должно быть как минимум десятки, если не сотни сразу. Но в первую очередь это, естественно, установление особых контактов сразу же и договоренности о защите Армении с большими игроками региона и мира. Это номер один. Номер два – это договоренность о том, об экстренном снабжении оружием Армении и о восстановлении вооруженных сил Армении. Потому что вооруженных сил сейчас нет. И нету, по-моему, целенаправленно это было сделано. Вот это самые первые шаги. Но их в первый же день должно быть не то, что десяток, а, наверное, сотню. Когда будет... Подожди, Айджан. Ой, Анушаванджан. Айджан, скажи, вот люди когда выйдут? Революция, да? Если придет Пашинян... А, вообще вопрос. Придет, если Пашинян... Будет ли новая революция? Люди выйдут на улицы против него? Что вы имеете в виду, если придет Пашинян? Ну, Пашинян... Умная масса поняла, что он предатель. Будут выходить на улицы, как когда-то выходили за него? Очень хороший вопрос. Я, честно говоря, не знаю, я уже понятия не имею. Все, что происходит в Армении с армянами, поведение нашего общества, это не влезет ни в какие исторические рамки, ни в какие политологические рамки. Аналогов в мире нет. В истории человеческой нет аналогов такого поведения, как наше общество. Я не хочу сказать народ. Народ выше, чем общество. Народ лучше, чем общество. Но наше общество ведет себя катастрофически плохо. Я не знаю, что будет. Возможно. Я надеюсь, что какой-то форс-мажор будет. И этим форс-мажором будет восстание народа. Вдруг в один день мы станем и поймем, что люди на улицах, и что они решили взять свою судьбу в свои руки. Это надежда. Я не знаю, превратится это в жизнь или нет. Я не знаю. Никто, по-моему, не знает. То, что случилось, это вообще невозможно было себе представить в самом кошмарном своем сне. Но это случилось с нами, потому что мы дали этому случиться. Местные олигархи, которые в Армении живут, что про них скажешь? Не будут ли они кидать палки в колеса и поднимать свои ЧВК, частные военные компании против мирного населения, которое выйдет, потому что потеряв у них активы с Россией же куда интереснее? Вот такой какой-то вопрос странный. Тоже очень хороший вопрос. Не странный, он хороший вопрос. В интересах олигархов, чтобы власть осталась, в интересах некоторых олигархов нет, но в основном да, потому что олигархи сотрудничают с этой властью, а олигархи находятся под колпаком и под каблуком России. Естественно, они будут мешать, но кто их будет спрашивать, кто вообще с ними будет считаться, когда народ встанет на ноги? Кто? Кто? Это люди, которые только и думают о деньгах. Например, Пашинян имеет своих личных олигархов, которые за просто интеграцию с Турцией. И они об этом говорят почти открыто. Почти открыто об этом говорят эти олигархи. И все, что их интересует, это их деньги, их торговля с Турцией, с Азербайджанами и так далее, и тому подобное. Их недвижимость, которую они хотят продавать турецким инвесторам или турецким бизнесменам в Армении. Они об открытой об этом говорят. Другое дело, что многие это не замечают или не хотят заметить. Но кто с олигархами вообще будет считаться? Если народ встает, перед народом никто не может стоять. Никто. Но у них же есть свои вооруженные силы, они же будут провокаться. Это не вооруженные силы, это бандитские вооруженные группировки. Они тоже никто в сравнении с народом. Если народ, если армия встанут на ноги, если полиция наконец-то перестанет быть служителем турецких интересов и служителем интересов предателей, и полиция перейдет в сторону народа, то кто может перед народом встать? Какие группировки вообще? Никто ничего не сможет делать. Народ сметает все на своем пути. Просто народ это не осознает сейчас. Народ сложил руки и говорит, за нас все решили. Все. А мы ничего не можем делать, если русские уйдут, турки нас едят. Они забывают, что у американцев есть самое грозное оружие на свете. И это не ядерная бомба. Это телефон. Это телефонная трубка. Из белого дня один звонок Турции, Азербайджану на очень серьезных тонах. И все остановится. Но это не может быть сделано для абсолютной колонии России, где колонизированные хотят умереть. Этого не может быть. Айджан, смотри, вот ты сказал, позвоните вашим родственникам, те, которые все еще боготворят Пашиняна. Ну вот, я, допустим, взял телефон, звоню своему родственнику, который боготворит Пашиняна. Самые основные тезисы, как я его могу переубедить? Вот именно самые основные, что должен был делать, что не сделал, вот смотри. Вот как-то вот так. Я, как вижу, у вас очень много хороших вопросов. Спасибо за вопрос. Все тезисы, изложенные на страницах или видеоматериалах АЖБ, ну пусть просто начнут смотреть, пусть будут слушать АРА Папиана, будут слушать других лиц АЖБ, пусть будут слушать меня, пусть посмотрят этот твой эфир, в котором я, по-моему, достаточно многое сказал и постарался вкратце привести примеры и обоснования тому, что я говорил. Ну пусть люди откроют свои мысли, откроют свои глаза, задействуют свои мозги, а те, которые остаются на стороне Пашиняна, они не армяне. Они думают, что они армяне, они служат турецким интересам, они сопутствуют уничтожению Армении. Это для меня, они уже, особенно со вчерашнего дня, перестали быть не то что армянами, вообще кем-либо. Айкджан, это наши братья и сестры, наши армяне, просто мы их будем не увертать, а открывать глаза. Смотрите, очень много армян в Турции, которые остались в Турции, приняли ислам, туркифицировались, теперь мечтают об уничтожении Армении. Это тоже наши так называемые братья армяне. Ены и Чарли, так сказать. Армяне. И Ены и Чарли тоже, как говорит Анушаван, были такими же. Они были стопроцентными христианами, 99% были большинствами армянами, но с большим удовольствием резали армян. Смотрите, братья, Анушаван, просто, если можно, я закончу. Если люди в такой критический момент помогают, либо не понимаем, даже не понимают. Когда человек, не понимая, убивает человека, это все равно криминал, правда? Это все равно люди идут и садятся в тюрьму. А представьте себе непонимаемым непониманием убивать страну, убивать даже людей страны, убивать государственность, убивать историю, убивать предков еще один раз, убивать культуру свою, вообще убивать народ, геноцидировать, участвовать в этом непониманием того, что ты сопутствуешь и помогаешь оставаться у власти человеку, который производит в реальность мечту врага-геноцидера. Так это уже не может быть тебе братом, хотя потерянным врагом, не понимая, братом, непотерянным братом. Это враг, это внутренний враг. Люди, которые держат фашиняна у власти, они очень похожи на людей, которые держали Гитлера во власти в Германии. Хайк, один вопрос, немного заделаем зум от Армении. Твое мнение, события в Израиле и вчерашний конфликт с Биньямин Нейтаньяхо с Ардаганом. Турция хочет, как я уже сказал, Турция хочет установить гегемонию не только в регионе, но и во всем мусульманском мире. Мало кто знает, что Турция помогает денежным мусульманским общинам или мусульманским странам даже Африки и открывать школы даже в Африке. Теперь Турция хочет стать лидером мусульман и для мусульман очень чувствительная тема Палестино-Израильский конфликт и вопрос Аляксы, потому что Алякса, мечеть Алякса, это одна из трех величайших святынь исламского мира и то, что происходит вокруг Алякси, то, что происходит с палестинцами или с израильтянами, Турция считает в своих интересах быть вовлеченным в это, естественно, на стороне палестинцев. И случилось то, что логически к чему шло, Турция поддержала палестинцев против Израиля и назвала израильтян геноцидерами и так далее и тому подобное. Израильтяне как народ и страна себя уважающая, понимающая свои интересы и никогда не прощающая нападение на себя, это очень сильный народ с очень сильным пониманием достоинства, чувством достоинства. Они ответили Турции и теперь они будут вредить интересам Турции повсюду. То есть это нам выгодно из-за ля турецкие конфликты. Естественно, но это не выгодно России, потому что это будет идти против их союзников. Соответственно, что будет делать Россия и что она уже делает в Армении, начинает опять восстанавливать глупые антисемитские мысли и настроения. и специально это делает, чтобы Армения вдруг, как это делали в советских времен, чтобы Армения вдруг не сблизилась с Израилем. Все время напоминает, что Израиль поставляла оружие Азербайджану и так далее, но Израиль хотела поставлять оружие Армении тоже в 2016 году. Об этом объявил замминистра обороны тогда, потом ставший министром обороны Давид Толаян. Он объявил, что Израиль предложил, Армения отказалась. Почему отказалась? Потому что русские сказали, отказывайтесь, вам не нужно дружить с Израилем. А кто эти глупейшие антисемитские настроения вообще культивирует в Армении? Кто? Не армяне же. Армяне очень похожи очень многими чертами с евреями. И евреи жили в Армении очень давно. Но кто это делает сейчас? Это делает Россия, потому что невыгодна дружба Армении с Израилем. Выгодно, чтобы Израиль дружил с Азербайджаном против Армении. И Армения не имела никакого выхода из-под игр России. Я сегодня днем хотел поставить флажок Израиля и Армении и типа дружба, но потом подумал, что меня будут осуждать. Не то, что осуждать, на вас напали бы тысячами, Потому что люди не понимают, люди не понимают, что с Израилем нужно дружить. Что никто еще от вражесва с Израилем никакой выгоды не имел. Сидят и кричат, что Израиль поставлял... А почему Израиль должен был вам поставлять оружие, если вы отказались? Почему Израиль должен был дружить с вами, если вы даже посольство не открывали в Израиле? Если вы специально делали все, чтобы показать всем, что вы против Израиля. Все делали против Израиля. А почему Израиль должен был дружить? Но есть люди в Армении, которые понимают, что и не все в Армении так. Это пятая колонна. Российская пятая колонна в Армении. Вот все делает, чтобы в Армении были антиизраильские, антиеврейские настроения. А то армяне ничего против израильтян и евреев никогда не имели и сейчас не имеют. Ничего. Но настроения какие-то и шум в пространстве, в социальных сетях, в медиа создают именно снаружи. И этот процесс начался еще со времен Советского Союза. Когда бросили эту ложь на уши публики, что вроде бы младотурки, геноцидеры турецкие, были евреями. Евреями по происхождению. Да, часть их были по происхождению евреями, но они были антиевреями сами. Потому что они были дьонме. Они были конвертами, как называется. Они поменяли свою еврейскую веру на ислам. Они приняли ислам. И они выступали против еврейских интересов тоже. Евреи их ненавидели. Некоторые люди из числа руководства младотурков, да, были бывшими евреями, но они были антиевреями также. И, кстати, очень много антиеврейского было сделано в Турции властями Турции. И в Осмазской Турции тоже. То есть мы должны понимать, что интересы совпадают. Но кто ставит армян против евреев, так это российская пропаганда. Потому что им невыгодно. Им выгодно единолично контролировать Армению. И не давать Армении никакого шанса с кем-либо дружить. Вот, например, в Саудовской Аравии с эмиратами. Вот этот тезис, что нужно дружить, привел в порядок, то есть в общественной, в поле общественной дискуссии я первый. После убийства Джамала Хашукчи в Саудовском консульстве в Стамбуле. Мы видим, что во время войны президент Армении Армейса Аркисян полетел в Объединенные Арабские Эмираты. И мы знаем, я-то знаю, что Армейса Аркисян имеет личные связи с королевскими семьями двух этих влиятельнейших арабских государств. Нефтяных супердержав. И предположительно, Арабские Эмираты предложили некоторую помощь Армении. Но помощь не была принята. Хотя президент все хотел делать, чтобы это случилось. А в Саудовской Аравии тоже. Саудовская Аравия запретила турецкие продукты демонстративно именно в дни войны. Магазины закрывались. И начала действия против турецких интересов в арабском мире. И Россия опять не позволила Армении, хотя Пашинян сам не горел это делать, ничего сделать. А вы понимаете, что такое чек на пару миллиардов для Саудовской Аравии? Это вообще ничто. Саудовский наследний принц заплатил 500 миллионов долларов, полмиллиарда долларов за одну картину Леонардо да Винчи. За одну картину, в прошлом году, по-моему, это было, полмиллиарда долларов за один холст. Что стоит Саудовской Аравии помочь Армении, скажем, десятимя миллиардами за свои же интересы, чтобы не дать мечте своего стратегического и самого большого врага на данный день Турции иметь превосходство в регионе? Что стоит саудовцам? А никто об этом даже и не думает и не говорит, кроме нас и кроме меня. Почему? Потому что России невыгодно, чтобы Армения вышла из-под ее иго, потому что она не сможет в этом случае договориться насчет Армении с Турцией, не сможет Армению продавать с Турцией. И она станет неинтересна для турков. Так, Хайджан, сын Бенямина Нетаняху у себя в Фейсбуке или где-то сказал... Вот в Твиттере. Да, можно сказать, неофициально признал геноцид. Это случайность или... Нет, конечно. Это уйдет? Нет, конечно. Во-первых, Нетаняху, мало кто знает, кто такой Нетаняху. Нетаняху по своей биографии, в том числе и политической, наверное, самый непростой и самый очень хорошо все рассчитывающий политик в истории Израиля. И он самый долголетний премьер-министр Израиля. Это один из умнейших руководителей Израиля, один из умнейших политиков в истории Израиля. Ничто, особенно в паблик-релэйшн-сфере, в пиар, ни у Нетаняху, ни в его семье не происходит спроста, просто так. Но, естественно, они должны были это делать. Естественно, это делается уровнем сына. Но сын, естественно, представляет отца. Он не сделал бы политического заявления, если бы это было бы вредно интересам отца или интересам Израиля. Он не сделал бы просто. Или если бы это не было бы выгодно с точки зрения интересов Израиля. Так он это сделал, и он этим косвенным образом отправил месседж и туркам, и армянам. Но, извините меня, армяне-то этот месседж не поймут. Нет, поняли. Это поняли мы с вами, поняли очень многие люди среди нас. Но армянское общество все равно этот месседж не очень хорошо-то понимает. Что это означает? Они читают, да, понимают, что он сказал. Но что это означает, мало кто понимает. А это дверь в серьезное сотрудничество армяно-израильское. Но никто эту дверь в Армении пока не будет открывать, к сожалению. Айджан, мы вот эти эфиры теперь делаем постоянно, чтобы... Ну, и это работает, я так понял, это работает. Сотни людей потом в своих компаниях делятся, рассуждения идут. И я понял, что это очень хорошая задача, миссия, которую мы взяли на себя. Постоянно ведем вот эти беседы. У нас был и Саркис Цатурян, знаешь, наверное, такого политолога тоже. В принципе, мысли... Игран Хазмалян. У вас, да, и Тигран Хазмалян у нас был. Мысли совпадают у всех одинаково, что разворот нужен на восток. Но Россия просто так не отпустит. На запад. На запад. Россия просто так не отпустит же. А кто просто так кого-то отпускает? Извините меня, муж, который бьет жену, насилует жену. И вообще калечит свою жену. Не отпускает же свою жену. А что делать жене? Умереть в руках насильника мужа? Нет, конечно. Ну, как-то находят же выход. Как-то убегают же от насильника мужа, который в итоге, в конечном итоге убьет жену. Мы же видим, мы знаем много примеров, когда это произошло, даже в Армении. Но находят же женщины, спасаются те, которые уходят. Что значит не позволят? Естественно, не позволят. Но зачем мы должны слушаться этому? Зачем мы должны говорить? Вы знаете что? Нам хотят отрезать голову. Нам не позволят убежать. Давайте не будем предпринимать попытки убежать. Ну, раз уже решили за нас, ну, давайте пойдем умереть. Но кто такое делает, кроме нас вообще? Что за логика вообще? Если Никол Пашинян выйдет из ОДКБ, будет означать это, что он не предатель? Никол Пашинян не выйдет из ОДКБ. И нет, это не может этого означать. Это будет, он этого никогда не сделает. Но если даже сделает, то сделает по приказу, если даже такой фантастический сценарий будет Москвы, чтобы показать, что виновником было ОДКБ, скажем, там, Таджикистан или Казахстан или Беларусь, а не Россия. Но это невыгодно им. Даже если это будет, то это будет в этом ключе. Завтра у вас митинг. Я вот так слышал. Что это за митинг? Что это? Расскажите немного. Ну, мы стараемся делать то, о чем я сказал. Вывести народ на улицу. Поменять ситуацию в Армении. Спасти Армению. Ну, это как-то громко звучит. Но извините меня, Армению нужно сейчас спасать. Армения теряется. Это я смотрю в Фейсбуке, в Инстаграме люди, девушки, молодые парни ставят счастливые фотографии из ресторана. Селфи делают, держат камеру перед своими лицами. У меня впечатление, что люди не понимают, что всего этого до завтра может и не быть. Я не знаю, кто сможет без Родины жить, но я не смогу, честно говоря. Я думаю, что вы тоже не сможете, а то вы бы не делали бы эти эфиры. Но многие люди этого не понимают. Мы хотим сделать так, чтобы они начали понимать. И поэтому я в последние два дня делаю выражение такое. Говорю, дорогие мои, поймите, что вы теряете не только Сюник, но вы потеряете и Кафе Каскадо. Вы потеряете и Северный проспект. Вы потеряете и эти крутые рестораны Еревана тоже. Что вы потом будете делать? В Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке или в Лондоне вы этого не сможете сделать уже. Это не будет тем, что вы имели в Ереване. Вот этим только уже остается некоторым дать понять, что происходит вообще. А вообще происходит то, что если так пойдет, то в течение месяца Армении не будет, Макс. Если так пойдет. Я надеюсь, что так не пойдет. Я надеюсь, что это все остановится. Но поймите, ситуация катастрофическая. Это не преувеличение. Азербайджанцы и турки, они не как армяне поступили. Как по-идиотски себя мы вели в 1994 году. Идиотски. Алкоголик Ельцин позвонил предателю Армении того времени и сказал останови свои войска. И войска остановились. Акт о капитуляции не был подписан. И армяне начали переговоры о сдаче освобожденных исторических и легальных земель Азербайджану за ничто, за ноль. За воздух. Что было? Этот воздух являлась признанием Арцаха, Карабаха. Которое ничего не дало бы. И мы сейчас видим, что на признанную республику Армению нападает Азербайджан без оружия даже. И захватывает все. И не смотрит признанное, непризнанное. Вот это предательское идиотство, что мы сделали, азербайджанцы они не делают. Они победили с помощью предателей в Армении и с помощью России. Армении, теперь они уничтожают армянскую государственность. Потому что они понимают, что если дадут Армении жить, Армения восстанет. И армяне под уже национальным руководством, будучи мудрой нацией, будучи воюющей за свои интересы, за свои права и за свои земли нации, освободит все. И они это понимают. Поэтому они идут до конца. Они дойдут до Еревана, если мы ничего не сделаем. У них есть одна цель. Уничтожить армянскую государственность и Армению полностью. Они могут оставить Ереван в качестве независимой армянской, Араратской, Ереванской республики. Как подарок, чтобы миру показать. И чтобы все армяне собрались туда, те, которые бежать не могут. Или денег не имеют куда-то уйти. Чтобы показать, что они не совершили генназид. Что они вроде бы, по своим словам, по их словам, освободили свои исторические земли, так называемые. Понимаете, они не такие, как мы. Я понял. Гайджан, скажи, если все-таки американский щит поставим. У нас в армии будет этот американский щит. Мы сможем вернуть Арцах? Абсолютно. Да. Абсолютно. Не только Арцах. Будут процессы в регионе. Турция распадется. В какой-то день это случится. И этот день не очень далек. Мы должны быть в том положении, чтобы, как союзник Америки, с помощью Америки, опять восстановили себе то, что было от нас отнято. Отнято с помощью России еще в 1921 году. В 1921 году. Московским договором. Да. И не только. Мы должны идти к восстановлению Уильсонской Армении. Президента Уильсона. Почему мы этим столько лет не оперируем? Потому что у нас предательские режимы изначально, которые, начиная со времен ТРП Тросяна, действовали под влиянием Турции и России. Вот почему. Потому что Россия никогда не хочет иметь Армению сильной. Видите, Армению сильной. Она хочет ее иметь в качестве раба бессмощного, чтобы продавать этого раба. Россия не хочет иметь сильного друга, который будет рядом с ним, поддерживать его. Россия хочет иметь раба, который будет делать все, а потом, которого можно будет по хорошей цене продавать. Ровно то, что Россия делала всегда со своими союзниками. Всеми союзниками. Абсолютно всеми союзниками. Во время войны я поддерживал Никола, честно скажу. Не буду лукавить. Мне многие говорили, не поддерживай ни того, ни того. Кто-то кричал кучарян, кто-то... В общем, я поддерживал. Мне казалось, он такой добрый, хороший человек и реально помогает. Он просто не знает, запутался, ни туда летит, ни там берут, что-то там спит, пропускает важные звонки. Ну, как-то сам себя оправдывал, честное слово, как-то... Обнадеживался сам себя. Да, обнадеживался сам себя. И, ну, я проснулся, ребята. Смотрите. Да, говорите. Нет, я просто... Это не вопрос был. Это просто то, что я был... Я во время Крыма носил футболки с Путиным, честно скажу. Но потом проснулся. Я живой человек, друзья мои. И я не маминь бунтарь, чтобы постоянно отпираться. И советую вам также просто включить, червячка запустите в голову, подумайте, что происходит. Эдмон, я за это вас уважаю, потому что люди, которые способны просыпаться, меняться и осознать свою ошибку или видеть вещи, они могут ошибаться. Они могут ошибаться немножко дольше, чем другие. Но ошибаться всегда и до конца, это недопустимо. А те, которые осознают свои ошибки или осознают реальность, они достойны уважения. Поэтому я говорю, люди, которые после вчерашних сюникских происшествий все еще продолжают защищать Пашиняна или Кочаряна, это уже безнадежные люди. Это уже уничтожители армян. Еще я хочу напомнить, что я тоже, оказывается, ошибся во время так называемой революции, поддерживаю, будучи одним из, в принципе, трех независимых лидеров этого движения. Но я единственный и первый на всем армянском политическом поле стал жесткой, жесточайшей оппозицией Пашиняна первым еще осенью 2018 года. Я видел тут один коммент, в котором написали, что он обижник, типа я. Я хочу сказать, что те, которые так говорят, это идиоты. Это было давно, это было в прошлом эфире, то есть пару минут назад. Но я хочу сказать, что этот тезис кинул именно Пашинян на поле, точно по российским технологиям, чтобы дискредитировать человека, который его критиковал. Вроде я не получил должности и поэтому пошел против него. Нет, я первым увидел, кто он, я пошел против него первым. Я начал требовать его ухода первым. И по этой части моя совесть чиста. И из-за этого он меня вызвал, возбудили против меня дело, вызвали меня в национальную безопасность. И дело, конечно, потом закрыли. И он начал преследование против меня. И параллельно написал статус обо мне на своей страничке, официальной страничке премьер-министра в Facebook, говоря о том, что я вроде бы просил у него должность. И хотя я не просил никакой должности, у меня есть переписка с ним, с которой видно, что я не прошу, а предложил он. Он мне предложил должность. Статус, вернись. Айка, два вопроса. Что вас когда вызвали в Армении? Они какое давление, с какой стороны они вам... Ну, внутри нас безопасности давления не было. Это давление будет, я думаю, когда... Или если я буду в Армении сейчас уже. То есть, если в будущем я буду в Армении, это уже будет давление. А тогда давления внутри не было. Требовали объяснений, какие у меня есть факты насчет того, что я обвинил, что имело место коррупции насчет Амусары. Потому что в это время я возглавил в своем роде протестное движение за сохранение Амусары. А Никол хотел его уничтожить и до сих пор хочет. И я просто объяснил и сказал, и, конечно, они это представили потом в другом свете, но это, понимаете, это сейчас абсолютно неважные вопросы в сравнении с тем, перед чем мы стоим. Но, естественно, начали по разным методам и по разным каналам причинять неудобства. И, конечно, слежка была 24-часовая, прослушка была 24-часовая, все было. Просто я сейчас в Америке, они этого не могут, естественно, делать. Но сейчас вообще Армения превращается в абсолютную диктатуру. Закон никто не уважает. Правительство нарушает закон направо-налево. Вообще он находится у власти сейчас абсолютно незаконно, потому что подавший в отставку премьер-министр не может сам себя назначить и о исполняющем обязанности премьер-министра. Это абсолютно невозможно, это неконституционно, это незаконно, это нелогично. Но человек это сделал, и он остается у власти. Лайк, Грюджан, вам спасибо. Обращусь к подписчикам. Ребята, когда я сказал, что я очнулся, глаза открыли, и я не за Никола, это не значит, что вы мне приписываете теперь Кочаряна. Вот кто-то за люди, я не могу понять. Я, честно говоря, не знаю про твои политические предпочтения, но надеюсь, что ты не за Кочаряна. Нет, конечно. Абсолютно. Даже об этом не надо говорить. Хорошо, что ты об этом говоришь сейчас публично, потому что... Да-да-да, сейчас припишут, скажут, Эдмон все-таки за Кочаряна. Нет, ребята, я за то, чтобы Армения дружила с Америкой, с Европой, со Францией, я не знаю, там, со всеми нормальными странами. С цивилизованными странами. Успокойтесь. А, не знаю, мне вот... Я живу, хотя и на Камчатке сейчас, у меня не будет проблем за то, что я у вас интервью беру. Очень возможно, что будут проблемы. Очень возможно. Нас могут смотреть из вообще армянского там этих спецслужб армянских? Что значит могут? Конечно смотрят. Конечно смотрят. Ну, привет, ребята. Привет всем. Шалом православный, как говорится. Так, ну что, Альга, очень было приятно с вами беседовать. Надеюсь, мы должны эти беседы постоянно делать. Это не то, что мы один раз поговорим. Регулярными, да. Регулярно. Мы раз в две недели, мы должны выходить, у нас будут новые темы, и мы все равно должны этот вопрос поднимать и постоянно говорить. Потому что человек такой, телевизор-то сильно работает российская. Российская пропаганда каждый день работает, мы не можем каждый день делать. И в нем бешеные деньги влаживаются. А, у нас сердце. Очень большое. Спасибо вам большое и спасибо за вашу позицию. Спасибо за очень хорошие вопросы. Спасибо за время. А знаете, почему они хорошие вопросы? Потому что мы не профессиональные журналисты, мы просто задаем то, что у нас на сердце. По-моему, вы в некоторых случаях лучше многих профессиональных журналистов задали вопросы. Про профессионалам не все можно задавать, поэтому любителям все можно задавать. Спасибо большое за беседу. Ребят, всем спасибо. Этот эфир я сохраню. Кто не успел смотреть, смотрите. Все, я вас всех выключаю. Обнимаю всех. Пока. Ребят, не устраивайте провокации. Что это значит? Ты за Кочаряна, за Пашиняна. Я против их, твоих двух. Не знаю даже, как правильно сказать. Вы меня разозлили уже. Мир с вами.